разрешение дадала сейчас все понизим потому что не выноси можешь так на полный экран опять же таки конфиг не не перезаписываться дам судя по всему да хотя я перекинул это же возможно просто вписывается в диск c и и где-то там он что-то не не концеприрует видел шоу полным писал про 60 кадров то сама у него менялись но но почему-то вот у меня лог на 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 60 не работает он сколько не нажимай их она не происходит поэтому и сбрасываться нам так ну вроде все поменял как бы на средне низкие сохранение есть сохранение хорошо значит сейчас жду пока она родится знаешь что не хватает главного планирования ну поскольку то там не разрабатывал не знаю надо переговорить ползана можешь у нас отвечает там за за многие вещи как бы сейчас пока доставлю доставлю господин достану рулетик буду потихоньку наяривать рулет заболе что будем добавить его настройки кингалку на включение до отображения диалога в случае ошибок спасибо я надеюсь это как-то запишем потом достали до ебать загрузки слушай но уже перенес как бы на 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 другой диск потом загружаю загружать можно да по сути о конец наконец-то господин загрузилась нам и херово ва быть обладателем конечно у старейшего компа но но пока в жопе я видел короче запускал запускали ли ли второй так сталкер на 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 встроенной видях и на райзоне и работает нормально все будет может уже проще забить на найти nvd там и основное все купить материнку просто и райзен и этот и тупо он там настроена и боже жесть так давай 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 битрикад ну у красных там стройка неплохая я насколько помню ну да ну по крайней мере там не видел как бы шумов на средних настройках вроде работает стал качу них загружена загружена но вот где все вы было необычайно многолюдно конечно на завтрак обед и ужин местные обитатели спешили как на пожар зачем же толпиться в дверях по-моему мы уже поесть уже даже успели туда я подошел поближе попытался узнать что происходит на пороге казалось собрался весь лагерь и знакомые мне девочки он был дмитриевна и электроник они что-то оживленно обсуждали я подошел поближе а ты сегодня не видел шурика не то что такое мы его с утра не можем найти исчезновение пионеров это что-то новенькое но вчера же он был с тобой она обращалась к электронику а утром ты проснулся а его нет нет и почему ты сразу не пошел ко мне я подумал что может он раньше проснулся и умываться пошел и еще куда вчера ничего такого не говорил в разговоры мешалась славе например что собирается куда-то например нет что такого страшного то произошло время только девять утра может он прогуляться решил она серьезно посмотрела на меня не знаю то чтобы как-то нам ничего подозрительного в этой ситуации я не видит 9 утра не похоже усмехнулась ульянка пионеры зашли в столовую выбирать куда приткнуться мне опять не пришлось единственные свободные места оказались за столом алиса и ульяны она показала на стол рядом с собой я сел точно об этом я и не подумал как опять меня на большом заработать буш сегодня как будто выглядел аппетитнее может быть просто очень хотелось есть а может я пытался побыстрее покончить с ним чтобы не нарваться на очередную ульянки на выходку пойдешь сегодня с нами на пляж когда вообще говоря развлечения сегодня не входили в мои планы но в то же время от чего бы час два не поваляться на солнышке и подумать пойду почему нет она мило улыбнулась опять небось что-нибудь замышляешь ульяна замахала руками ухмыльнулась алиса и я склонен с ней согласиться ульянка взяла поднос с грязной посуды и встала приятного аппетита она сказала это так что я в полости уверился в том что ничего хорошего сегодня на пляже меня не ждем мы остались наедине с алисой знаешь я все же наверное с вами не пойду ну дела кое-какие она заглянула мне в глаза так что я не нашелся что у меня и плавок даже нет мышь они на меня нализут наверное не стоит вот этой фразы страх мой только усилился что так тихо ладно закончив завтрак я вышел на улицу и сел на ступеньки Мимо меня один за другим проходили пионеры, спешащие по своим делам Никто не останавливался Никто даже не смотрел в мою сторону Кажется, они совсем не считали меня чужаком А напротив, обычным подросткам их возраста, можно сказать, своим танцам Я поймал себя на мысли, что и сам начал воспринимать этот лагерь и всех его обитателей Уже не с такой обостренной осторожностью, как впервые Алиса действительно вернулась через пару минут К чему? Она протянула мне плавки Хотя плавками-то назвать было сложно Ох Больше они походили на розовые семейные трусы, украшен, точнее, ими являлись Женские Страшно спросить, откуда ты это взяла? Да как-то знаю Там мало ли вдруг мандоухи Не имею никакого желания Ее прикол я оценил, но совершенно сложно Звозь воплотную посмешище Грубо сказала она Что про тебе? Почему бы тебе их не примерить вместо? Угу Мне кажется, цвет этого бикини прекрасно оттеняет Давай на распор Спорить с ней у меня не было Весь на все на спор, блядь, надо делать Ну что за делом? Без спора, жизнь вообще не жизнь Если все тщательно Я пойду голым, мне похуй Второй вариант, окажется, даже лучше первого И зачем мне это? Ну вчера тебя уже лапал, блядь, сегодня Трусы подбрасываю Сейчас спорить с Алисой с Агрессой Хотелось, поэтому я решил все же пойти Конечно, не в этих гламурных плавках Позлезавтра расскажем всем Что я тебе уже выебал, чтобы было уже Более-менее Она убежала Я поплелся к домику вожатой Соответственно, и, блядь, со всеми Одного и бонов Из чего-нибудь соорудить плавки Из флага, нахуй Возьмем, все сделаем Господи, блядь, меня это баба просто Бесит, ну пиздец Так, 25 кадров у нас Ну, 30, если повезет В посуде, то такое Ну да Кто что посадит, тот же памятник Так, сегодня, кстати, слагает намного меньше Потому что сейчас он запись Выключена Изначально Будем ограничиваться Только тем, что у нас есть На трансляции Но, правда, и качество Порезанное будет в разы Потому что 6200 сейчас у нас Битрейд 645 6 И меньше Ну, как бы это Маловато, знаете ли Что тут? В комнате меня ждала Ольга Дмитриевна Угу Странно, что этот факт Не удивил ее при первой встрече Нет А в чем пойдешь? Действительно А в чем? Ни в чем, блин Сейчас, подожди Она подошла к шкафу И открыла ключом запертый ящик Через мгновение У вожатой в руках Были обычные мужские плавки Черного цвета Откуда ты взяла В нее взялись Ну, что бы А главное, зачем? Хотя, может, кто-то из прошлых От бывшего, блин Мало ли Учитывая все странности Этого лагеря Найти мужские плавки В комнате Ольги Дмитриевны Это еще не самое удивительное Спасибо Лавки были как раз моего размера Я переоделся за домиком И пошел на пляж Так, мы пошли на пляж Ночью Так, 4 грамм за глаза Для не динамичной игры Ну, у нас тут растительности До хера Поэтому Маловато А ночь ли? Там вот не поймешь Опять же, где ведь утро Что-то не похоже На 9 утра, знаешь ли Как-то оно Как-то не очень Или 10 утра В домике Верки время было Ну По диалогу Что там 9 10 утра было Просто, видимо, наверное Поломался Вся цикл Из-за За сейпа Или типа того Но мы, по-моему, вчера Там вышли вечером уже Ну да Ну, чему ли Луна висит Опять же таки Где что-то Где что-то Тут у нас утро-то вообще Это лагерь За полярным кругом Так что это утро Так ли это же О, бой Мога, дачи Зацените мои плавки Чёрти Кто-то уже подгорает Переворачивать надо Там уже собралось много пионеров Но из знакомых только Алиса и Ульяна Я подошёл и сел рядом с ними на песок Эмду Она уставилась на мои плавки И хитро улыбнулась Сморши своим кривом Пойдём плавать Не хочется что-то Может попозже Я не был большим любителем купаться Ну, как знаешь Девочки убежали к воде Зачем я вообще сюда пришёл Почему не ищу ответы Разгадки Но волнует ли это меня сейчас Совёнок казался нормальным Конечно, за эти три с половиной дня Со мной произошло много всяких Соборных событий Камеру увело Само по себе взяты отдельно И оказалось чем-то чересчур фантастично Тем более я совершенно не приблизился к раскатке Напротив, всё, что случалось Только больше запутывалось ситуацию Да и какие у меня альтернативы От местных обитателей Правда не добиться Если они вообще её знают Попытаться уйти отсюда Но далеко ли я доходу Ну, походу, да Притом, что даже не знаю Наверное, точно нахожусь Получается, что мне остаётся только ждать Через некоторое время девочки вернулись Ульяна что-то держала в руках Дайте камеру Ох, ебать Я поднял глаза и увидел рака Обычного, речного рака Ульянка легла рядом и принялась его мучить Да, глазища Ставь бедное животное в покое Ну и что, что рак? Он тоже имеет право на жизнь Вот сейчас я ему клешни поотрываю А потом попрошу поварику сварить его на ужин Ебать же, что-то есть нечего Я посмотрел на Алису Похоже, Ульянкины забава с бедным членистоногим Её совсем не интересовали Хоть ты и скажи А что такого? Он же рак, так ему и надо Кажется, эти девочки прогуливали уроки природоведения в начальных классах И бережное отношение к окружающей среде им было чуждо Отдай Я выхватил рака у Ульянки Да, ради бога Меня немного удивило, что она не стала сопротивляться Чё-то не солдает В глаза бедному животному Они совершенно ничего не выражали Но, думаю, если бы он начал разговаривать То обязательно возмутился бы Возможно, даже сослался бы на конвенцию ООО на правах человека Правда, не уверен, что это бы помогло Я отнёс рака к реке и отпустил на волю Ничего, ещё наловлю, тут их много Сказала Ульянка Кто бы сомневался Пробормотал я себе под нос Время шло, и незаметно меня разморило Я задремал Не помню, что мне снилось Если снилось вообще Но проснулся я от того, что кто-то тряс меня за плечо Надо мной стояла Ольга Дмитриевна Тоже поплавать пришли Спросил я с просони Нет Уже обед скоро А мы Шурика всё ещё не можем найти Сказала вожатая, стоящая передо мной в мокром купальнике И? Хочу, чтобы ты поискал его А что, кроме меня в лагере больше пионеров нет? Я искренне возмутился С каждым разом становилось всё понятнее Что Ольга Дмитриевна держит меня за посыльного с функциями раба Или наоборот Раз я пришла к тебе Значит, хочу, чтобы ты мне помог И почему же именно ко мне? Ну ладно, плавка дала, она должна Я решил согласиться В конце концов, плечи и вся спина сильно обгорели на солнце во время сна А поиски Шурика, возможно, позволят полу Пусть я ка, блядь С теми местами лагеря, где бывать мне ещё не доводилось Ладно В плавках и тени Камильфо Поэтому сначала надо было переодеться И вот спустя 10 минут я стоял на пороге домика Ольги Дмитриевны И думал, куда пойти Куда пойти? На маркер, конечно же, куда ещё? What the hell is this? Нормально Внутри игровая валюта В смысле, скорее всего В смысле, они будут перерабатывать Ааа, ты предыдущие там не видел ещё 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 итерации Там ещё было, конечно, жёстче Поэтому Тяжело им, короче говоря С персонажкой В крайнем случае я найду там его хладный труд Было бы неплохо До такого дойти не должно Я проходил по площади, как вдруг меня кто-то окликнул Подожди Ариса подошла Иди в жопу Я сразу почуял подвох Куда путь держишь? Шурика ещё Ольга Дмитриевна попросила И как? Интересно? Она больше Она посмотрела мне в глаза Из-за чего я смутился и отвёл взгляд Да не то чтобы очень Но человек всё-таки пропал Ты же не будешь впадать в панику из-за такой мелочи? Буду Ты о чём? Прошло всего несколько часов Да не-не-не Конечно я был согласен с ней Но ты не подал Я не видел Да, наверное Но всякое может быть Давай я тебе помогу Чем это? Я насторожился Шурика искать? Да я и сам бы Да брось ты Она опять как-то недобро улыбнулась Нет Улыбка её была вполне милой Но мне почему-то упорно казалось Что ничего хорошего за ней не скрывается Ну если ты настаиваешь Пока что я не мог понять Что она замышляет А веской причины для отказа не находилась Только сначала мне надо будет домой забежать Взять кое-что Вот тогда я сам пошёл Иди ты в жопу Да что ты стоять будешь Пойдём со мной Да не, не хочу Мы подошли к домику Алиса Он бы походил на все остальные домики пионеров Если бы не весёлый Роджер на двери Кстати, моя соседка Ульянка Окей Мы зашли Внутри царил полнейший беспорядок И мне сразу вспомнилась моя старая квартира Краузер Само Я совсем по-другому себе представлял Девчачьи комнаты Белоснежные простыни на кроватях Стены, пол и потолок сверкают Нигде не пылинки Но если учесть, что здесь живут Две самые образцовые пионерки Некоторое время мы просто стояли молча И что ты хотела взять? Кажется, я выгоню Надеюсь, что мы с Майюли Блин А ну нахуй Она улыбнулась и убежала Что-то она какая-то рассеянная сегодня Я принялся разглядывать комнату Нельзя сказать, что создавалось впечатление того Что здесь недавно случился погром Но беспорядок был порядочный Получается, я еще не самый ленивый Неаккуратный человек в мире Раз уж всего за одну смену в лагере Можно развести такой бардак Убранство моей квартиры Все же создавалось годами Я не думал ни о чем конкретно А просто осматривал домик Алиса Плакаты советских армейцев Ну типичная бабская жилье У них как обычно И тут я понял, что все не так В ближайшее время должно что-то случиться Ее будет надо Что-то плохое Почему Алиса меня оставила здесь одного Ответ на этот вопрос стоил в себе разгадку Однако шестое чувство подсказывало мне, что здесь оставаться опасно Вот именно Ёбой бы Ну, с трудом открыл его И вылез Теперь можно спокойно идти по своим делам Или... Я выбрал второй вариант И принялся ждать Не просто же так она меня здесь заперла Хотелось выяснить это И к тому же Мне было просто интересно Посмотреть на выражение лица Алисы Когда она увидит, что меня нет Я спрятался за кустами рядом с домиком И принялся ждать Через некоторое время послышались шаги К домику подошли Алиса и Ольга Дмитриевна Сейчас сами все увидите Она открыла дверь и вошла Но буквально спустя пару секунд Выскочила обратно Знаете, да это... На лице Алисы... Ёбнутая на всю голову, да, я понял Как будто она выиграла на соревнованиях по ловле ежей Пришла всем хвастаться медалью Но в последний момент узнала Что это совсем не олимпийский вид спорта Он испарился, получается? Скептически спросила Ольга Дмитриевна Как хорошо, что я закрыл окно после того, как вылез Да нет Понимаете? Я все понимаю, Двачевская Что ты, что соседка твоя Постоянно одно и то же, одно и то же Сколько можно уже? Но ведь правда Что правда, что? У тебя один рассказ лучше другого Про Семена в твоем домике Про приставания Что ты придумываешь постоянно Вообще ужас Алиса казалась действительно расстроенной И, что еще удивительнее, не пыталась огрызаться С одной стороны, меня такая ситуация забавляла Но с другой Двачевскую все же было немного жаль Хотя сама заслужила Наконец, вожатая закончила Отчитывать ее и ушла Алиса была вне себя от злости Она сжала кулаки и вся тряслась А ее лицо так покраснело Что казалось, она сейчас лопнет Я сидел в кустах и тихо посмеялся Однако мне все же было интересно Что же она замышляла И, наплевав на страх быть поколоченным Я вышел из своего укрытия И что же ты хотела показать вожатому? Маленькая швабра Меня? Алиса обернулась и недоуменно уставилась в мою сторону Впрочем, через секунду Недоумение сменилось негодовая Не для тебя мой Сомен Рос, блядь А что я? Она немного смягчилась Хотела тебе вернуть должное Она ухмыльнулась Какой-то Ты же мне проспорил Вот я и хотела показать вожатой, как ты меня домогаешься Так, пошли вместе покажем, что тут Только Дмитриевна в данной ситуации Но речь не об этом Может быть, мне стоит перед тобой извиниться? Ехидно сражу Ни в коем случае Она хлопнул дверью, зашла в домик Я совсем не обижался на Алису В конце концов, от нее вполне можно было ожидать чего-нибудь подобного Тем более, все обошлось, в общем-то, без последствий И даже более того Удача была на моей стране Ее растерянный и смущенный вид Доставил мне массу удовольствия Посмеиваясь, я удалялся от домика Алисы Который чуть не стал для меня смертельной ловушкой Домик смерти Так, чат, у нас еще тут есть Что-то на горизонте Все пойдем Не, ну пока играть, в принципе, интересно На, как рабочий типа билд Ну, вполне себе Просто надо еще Проработать, как бы, нормально На обед я шел со смешанными чувствами Выполненного долга и бесцельности последних нескольких часов Столовая была битком Остаться незамеченным не получилось Меня, как и кто-то А кто его знает? Иди к нам За четырехместным столом сидели вожатые, Славя и Электроника Я кивнул головой и отправился за обедом В этот раз мне пришлось несколько минут постоять в очереди Сегодняшнее меню мало чем отличалось от меню предыдущих дней По крайней мере, по внешнему виду блюд Когда я сел за стол и пожелал всем приятного аппетита Ольга Дмитриевна сказала Ну, и что вы думаете? О чем? О Шурике Уже обед, а его все нет Я подметил пушкинскую рифму, но не стал акцентировать на этом внимание Мы обыскали весь лагерь Я обошел весь окрестный лес Ольга Дмитриевна посмотрела на меня И я помогал Надо звонить в милицию Может, хотя бы до вечера подождем Лениво заметил я Домой он поехал, например Не может быть Шурик живет отсюда в тысячах километров Ну так на поезде До ближайшей станции Она замолчала А вот это было уже интереснее Как только разговор заходит о том, как выбраться из совенка Все местные обитатели сразу же пытаются сменить тему Вообще здесь ловушки, чат Боже Вожатая посмотрела на меня так, что по ее виду можно Что если это все призрак Что если сюда попадают души мелких проказников Вмешался в разговор электроник Интересно, что еще можно найти в его чудо-жилетке Если она у него вообще есть Мне бы компас вряд ли помог Заплутая в лесу И в милицию Милицию вечером Хотя бы не немедленно Ну, до вечера Все замолчали Еще далеко до вечера Я в этом смысле Если он правда пропал Нельзя медлить Мы не можем пока этого знать Ну а где он тогда? Где он? В словах вожатой была доля истины Довольно странно вот так прятаться целый день Да и зачем ему это? Все-таки Шурик показался мне вполне серьезным пионером А такое поведение больше подошло бы Ульянке Значит, действительно были основания полагать, что он пропал В любом случае, мы сделали все от нас зависящее Теперь остается только ждать Славе и электроник Ольга Дмитриевна грустно посмотрели на меня Но ничего не сказали Закончив обедать, я отнес поднос на стол с грязной посудой И вышел из столовой Еще даже не вторая половина дня Чем бы заняться? Хм Так, окей 30 метров у нас До следующей цели Лагерь словно отходил к послеобеденному сну Только Генда пристально смотрел на меня из-под очков Конечно, взгляд его был направлен на что-то другое Но мне казалось, что он следит именно за мной Наверняка он знает, куда пропал Шурик Только вот рассказать не сможет Было бы неплохо, но он перепелить статую нормально взять Кибернетического кружка Может быть, оно тоже как-то связано с моей ситуацией Передо мной стояла медсестра Я вопросительно посмотрел на нее Посиди в медпункте за меня Мне нужно срочно отойти Мне за это не платят, вообще-то Да, ты Вот ключи Медсестра кинула мне ключи и убежала Почему именно я? Как будто бы У вас лодки порвались Что конкретно я должен делать А если что-то случится? Ну, раз уж отказаться не успел То ничего не поделаешь Я стоял перед дверью в нерешительности С одной стороны, ничего страшного Посижу здесь полчасика, а она вернется Ну, а если кто-то действительно придет за помощью Со сломанной ногой Или пробитой головой Там или чем, как и родители Не хватило нешуточное волнение Наверное, в этом лагере, кроме ссадин и синяков Никаких серьезных травм не бывает Но в то же время не давала покоя мысль В случае, что я окажусь беспомощным Ведь я даже не представляю, как правильно делать искусственное дыхание Ты что, лох вообще что ли? Я в журнал лежащего медсестры на столе Хороший способ отвлечься Наверное Он назывался советская модница Год и месяц издания нигде указаны не были Впрочем, ничего удивительного Здесь случаются и более странные вещи А по советские журналы я знал всего лишь чуть более, чем ничего Может, на них и не печатали дату выпуска С глянцевых страниц на меня смотрели модели, разряженные в старомодные платья Сейчас бы так точно не стали ходить Я усмехнулся Интересно, например, Славя считает это модным? Представляешь, что было бы, если бы она надела нечто подобное и появилась в моем времени Вот иду я с ней под ручку в своем пальтое с капюшоном на голове А она в пышном платье с рюшечками Получается, я уже представляю Славю в моем мире Вместе со мной Да, что ты дрочила Вот это платье больше подойдет Ульяне Вот этот сарафанчик Алисе А вот эта юбочка и кофточка Леня Действительно, если бы эти девочки были реальными Я видел их, слышал их голос, мог даже прикоснуться Но они все равно здесь А я... Я просто не принадлежу этому месту Оно для меня чужое Я просто жду возможности выбраться отсюда Жду, потому что от меня уже ничего не зависит Я вздохнул, положил голову на стол и задремал Меня разбудил шум открывающейся двери На пороге стояла Лена А медсестры нет? Заходите, я ваш доктор на сегодня, давайте Раз на меня возложена обязанность по лечению пионеров То к делу надо подойти со всей ответственностью Раздевайтесь Хотя на самом деле я, наверное, просто боялся, что из-за меня что-то случится На что жалуйтесь? Я постарался как можно аккуратнее улыбнуться, чтобы не смутить Лену Да ничего такого Голова немного болит просто Сейчас исправим что-нибудь обезболивающее Где какие лекарства лежат, я, конечно же, не знал Голопередол, сейчас достану, где-то занял порядком времени Ох, нихер Я протянул Лене таблетку анальгина Спасибо Она улыбнулась Это стало для меня неожиданностью И я несколько выпал из реальности, уставившись на нее Что? Лена моментально смутилась Слушай, а вот интересно, тебе понравилось бы такое? Не знаю, что на меня нашло, но я схватился с стола журнал И показал ту картинку, где были нарисованы юбка и кофта Которые, как мне показалось, больше всего подошли бы ей Может быть, из-за мысли об этих девочках и моем реальном мире У меня окончательно помутился рассудок Может быть, я хотел развлечься вместо того, чтобы просто ждать возвращения медсестры Лена посмотрела на рисунок Да, наверное А сейчас это модно? Она смутилась и покраснела А почему ты спрашиваешь? Действительно, почему? А, мне кажется, на тебе бы смотрелось прекрасно Спасибо Да не за что, я же правду говорю Некоторое время мы молчали Как голова? Она улыбнулась Удачи Ну, я затрудняюсь вам сказать, насколько оно соответствует оригиналу Вышло, а я сел и принялся дальше листать журнал Через некоторое время в дверь постучали В целом, с точки зрения неграбенности оцениваю себя медсестрой Дано Хотя, скорее медбратом И сказал Братик Дверь открылась На пороге стояла Ульянка С каких-то порт и стучишься Раздевайтесь Она насупилась Болит что-то А тебе с какой стати рассказывать должна? Где мистер стран? Перед тобой Я вальяжно закинул ногу на аку И вопросительно посмотрела Приходи ко мне лечиться и коровам Даже не пробовала Ульяна на мгновение задумалась И ульяна А что вас беспокоит? Она ответила не сразу Тяжесть в животе А не пустота в голове Пробурчала себе поднос Чего? Ничего, сейчас поищу Так что в этом же ящике нашлась упаковка нож-по Нормально Так нож-по это По-спазмолитикой куда-то его Смотря на ульянку я никак не мог понять Тяжесть это надо Радостный активный ребенок может испытывать проблемы со здоровьем Что тут у нас? Вези монету? В столовке отравилась Ну да Ульянка убежала хлопнув дверью Я вновь углубился в изучение советских модных тенденций Время шло, а медсестра так и не возвращалась В поисках Шурика я не участвовал Разгадок своего положения не искал Просто сидел и листал журнал На мгновение даже показалось, что такая ситуация меня вполне устраивает В конце концов, пока что все происходящее можно считать чем-то вроде отдыха в летнем лагере А если ничего не изменится в ближайшее время, тогда уж что это волноваться начинать В дверь опять постучали Так что там? Какая-то На пороге стояла славя Привет, а медсестры нет? Привет, нет, а медсестры нет? Привет, нет, я за нее Нож побыла Она замялась Что? Да нет, ничего Странно Всегда такая открытая славя о чем-то умалчивает Что-то бесконечное лето 3D это, Серега Меня сюда и посадили, чтобы всех лечить Я широко улыбнулся Да нет То есть, да, но нет После этой фразы деление на ноль для меня стало реальностью Ну, так чем могу помочь? Ты думаю ничем Она улыбнулась и собралась уходить, но вдруг остановилась Хотя... можешь выйти на минутку? Почему бы и нет? Так что что-то Я вышел из медпункта и прислонился к стене Интересно, что на такое там делают, что мне нельзя на этот этаж смотреть Через минуту открылась дверь и вышла славя У нее в руках был какой-то небольшой пакетик А, тампоны? Понятно, не буду спрашивать Удачи! Крикнул я ей вслед Спасибо Одарила она меня напоследок милой улыбкой Я посмотрел на часы Пристаю Честно признался я Ну ладно Так даже лучше, чтобы не спрашивай Пробормотал она Заболела? Ехидна спросила Алиса не ответила и подошла ко мне Зачем? Так он открытый, что-то выведешь Она разозлилась Ну я тут вроде как исполняющая обязанность Она задумалась Че хочет? Ехидна усмехнулась она Я почувствовал, что что-то здесь не так В принципе В принципе В принципе Не буду я давать его Все Точно Вот, так и думал. Тогда я тебе точно ничего не дам. Алиса попыталась силой пролезть к ящикам, но я, как Александр Матросов, закрыл грудью амбразору. При всей своей наглости она все же была девочкой, и оттеснить меня у нее бы никак не получилось. Ну и ладно, другого пусть. Она развернулась и направилась к выходу. В дверях Алиса остановилась и обернулась. Там пожарная сметчастры пионеры, которые ногу сломали. Мне это все равно, но мне легко тяжело. Да, пускай они сут, господи. Вдвоем донести можно, ничего страшного. Ну да. Там никого не оказалось. Ах, ты ж падла. Она развела руку. Обманула. Я вернулся к столу и только тогда обнаружил, что один из ящиков открыт. Ты сильно дурак, потелеченый. Всего на секунду отвернулся. Эх, да. Из активированного угля. До ужина оставалось минут 15, а медсестра все не возвращалась. Наверное, вот так уходить не делая. Все же она меня попросила. Да и мало ли что случится, когда я уйду. Хотя кому понадобится что-то отсюда воровать? Разве что Алисе, активированный уголь. Я вновь открыл журнал и принялся листать его по энному кругу. Мода 80-х уже так не забавляла, как в начале. Несколько раз на меня накатывала зевота. На часах было уже шесть, а значит, ужин начался. Конечно, надо до конца нести службу и не покидать пост ни при каких обстоятельствах. Но у моего желудка, похоже, на этот счет существовало особое мнение. Я встал и уверенно направился к выходу. За дверью послышался какой-то шорох. Неужели опять кто-то отравился, сломал руку или еще что похуже? Я тяжело вздохнул и дернул за ручку. Однако снаружи никого не было. Похоже, просто показалось. Я вернулся внутрь и тут же заметил, что в медпункте что-то изменилось. А точнее, на столе появилось яблоко. Но откуда? Фрукты сами с собой материализовываются из воздуха. Хотя в этом лагере, возможно, все. Ты хвостаток. Сказал, всего его кто-то просто сюда принес. Возможно, Лена в качестве благодарности. Ведь она такая стеснительная. Но подождите. Как же она вот так прошла мимо меня? Что нет же Лена везть в окно, в конце концов? Лена бургеров. Здесь что-то другое. Меня внезапно охватил страх. А вдруг это яблоко отравлено? Хотя зачем идти на такие ухищрения, когда я здесь совершенно беспомощен, убить меня можно гораздо проще. Или это яблоко, которое вкусило Ева в саду Эдема? Тогда мне точно не стоит его есть. В ту же секунду живот напомнил о себе, предательски заурчав. Впрочем, пока я закрою медпункт, пока дойду до столовой, пока возьму еду... Ну да. Стенки желудка буквально прилипали к позвоночнику. Наверное, ничего страшного. Я еще раз попытался вспомнить, не лежало ли это яблоко здесь раньше. В конце концов, откуда-то оно взялось? Может быть, залетело в окно? И действительно, ставня была немного приоткрыта. Значит, его все-таки кто-то сюда положил. Получается, ничего страшного нет, хотя... Не буду ехать яблоко. Нет. Даже если предположить, что это яблоко вполне обычное, то не стоит есть немытые фрукты. Хотя бы так. Этой мыслью я оправдал свои страхи и отложил яблоко в сторону. Пора было выдвигаться на ужин. По дороге меня догнал электроник. Как в поиске Шурика? Да все так же. Ты не расстраивайся. Найдется он. Я попытался как-то подбодрить его. Уже столько времени прошло. Пойду искать дальше. А как же ужин? Это важнее. Глубокомысленно изрек он. На перекрестке наши дороги разошлись, и я пожелал ему удачи. Что за записька-то? Э-э... Обходной там... Ага, понял, обходной. Мамма-мэйля. И яблоко исчезло. Мамма-ммэйля. Валюта. Не знаю, на что он, но походу нужна. Ты... Вор. Так точно. В дверях столовой толпились пионеры. Ага, вижу. Ускорил шаг, чтобы хоть сегодня казаться не последним. И мне повезло. В дальнем углу остался полностью свободный столик. Я быстро взял еду и сел. Сегодня на ужин давали фруктовый суп и несколько булочек. Такой набор блюд меня весьма удивил. А после дегустации даже порадовал. Я принял фруктовый суп? Учин на есть. Чё? Фрукты и шурили Лену и Мику. Поинтересовалась Лена. Нет, у меня обед, блять. Лучше бы, конечно, она была одна. Только и успела сказать Лена, как у нее из-за спины появилась Женя. Я сяду тут. Больше некуда. Не дождавшись моего ответа, она поставила поднос на стол и села. Конечно, располагайтесь. Грустно пробурчала я себе поднос. Что? Ничего. Честно говоря, я бы с удовольствием сократил эту кампанию до одной Лены. Но в то же время ни Мику, ни Женя не доставляли мне каких-то особых проблем. Одна разве что говорливая слишком, другая мнительная. Но все равно, они обе абсолютно безвредны, по сравнению с некоторыми. Ой, я ключ, кажется, забыла. Ничего страшного, возьми мой! Я даже удивился, что Мику ограничилась такой короткой фразой. А вы вместе живете? Да, конечно. А ты не знал? Вместе наш домик самый крайний. То есть самый дальний от столовой. Ну, то есть самый последний. Я бы не удивился, если бы узнал, что Лена живет со Славей. С Женей на худой конец. Да хоть с электроником. Но молчаливая и застенчивая Лена и не в меру слова охотливая Мику... Да, это сюрприз. Нашли своего Шурика? Странно, что Женю вообще волнуют чужие проблемы. Нет? Небось, в деревню убежал за сигаретами. Или заводки. Она фыркнула. В деревню? С этой секунды разговор начал живо меня интересовать. А что такого? Женя сделала удивленное лицо. Значит, здесь есть поблизости деревня? Наверное. Сказала она неуверенно. Я посмотрел на Лену и Мику, но они были заняты едой и не обращали внимания на наш разговор. То есть ты точно не знаешь. Да какое мне дело? Женя уставилась к себе в тарелку. Но здесь же должны быть какие-то населенные пункты поблизости. Слушай. Слушаю. Не знаю я. Дай спокойно поесть. Похоже, больше от нее ничего не добиться. Хотя, может быть, она правда не знает. Все оставшееся время пришлось слушать, как Мику говорит о каких-то малозначительных вещах и тихо сходить с ума. Так что, выйдя на улицу, я вздохнул с облегчением. Солнце уже садилось. Можно немного прогуляться. Вряд ли сам найду какое-то занятие на вечер, а так, может, что интересное подвернется. Угу. Угу. Меня словно парализовало. Я нахожусь во враждебной среде. Неизвестно, что там и как. Лучше убежать. Но в то же время интересно. Наверное, я бы так и стоял здесь, если бы кто-то не схватил меня за руку. Это была Ольга Дмитриевна. Чего стоишь? Пойдем разберемся, что там произошло. А без меня никак? Жалобно взмолился я. Да ничего там страшного не должно быть. По идее. Когда мы вышли на площадь, там уже столпились пионеры. Ольга Дмитриевна, решительно расталкивая всех, подошла к месту преступления. Судя по всему, взрывали генду. Но у злоумышленников ничего не вышло. Памятник устоял. Лишь на пьедестале были видны еле заметные следы копоти. Ну, и кто это сделал? Она оглядела толпу пионеров. Понятно, что это был не террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Они все просто пришли сюда посмотреть, что произошло. В толпе я увидел Ульяну и Алису. Похоже, заметила их и вожатая. Вы двое, ко мне. Они запротестовали, но все же подошли. А что сразу я? Если вы считаете... Два Чевская, покажи-ка руки. А что с ними не так? Я пригляделся и увидел, что руки Алисы измазаны чем-то. Активированный уголь, сука! Из чего бомбу делала? Юная террористка, кажется, раздумывала, сознаваться или нет. Но потом гордо выпалила. Активированный уголь, селитра и сера. Стоп. Уголь? Уголь, который она украла из медпункта. И почему именно памятник? Чем тебе помешал уважаемый заслуженный человек? Борит за права. Не знаю, сколько бы она еще продолжала отсчитывать Алису, но на площадь выбежал электроник и закричал. Нашел, нашел! Все повернулись в его сторону. В руке он держал ботинок. Вот. Электроник победоносно потряс им над головой. Это ботинок Шурика. Так, успокойся. Расскажи подробно, где ты его нашел. В лесу. На тропинке в старый лагерь. По рядам прошел какой-то шепот. Ты уверен? Абсолютно. Что такого в этом старом лагере? Вмешался я в разговор. Да ничего такого на самом деле. Она запнулась. Одна из легенд Савенка гласит, что там живет привидение молодой божатой, которая влюбилась в пионера, но не найдя взаимности, покончила с собой. Дело Харакири кухонным ножом. А мальчика этого на следующий день сбил автобус. Ульяна выбежала из стола. Бля, так это шеяна. Автобус? Я еле удержался, чтобы не спросить о номере маршрута. Четыре-десягра. Четыре-десягра. Поэтому опасаться там нечего. Все равно кто-то должен туда пойти. Ряды пионеров внезапно начали лететь. Только, Дмитрий, ну ночь уже почти. Может, завтра? Я обернулся через месяц туда сходим, нормально. Если ночью, ночью с ним что-нибудь случится. Нет, сегодня, сейчас. Кстати, а где она? Электроник примерно объяснил дорогу, рассказал про историю старого лагеря. Вожатая пристально посмотрела на меня. Если вы думаете, что я... Ты один где-то остался из мужчин? Я оглядел площадь и проотдавить. Электроник куда-то с ним. Блядя, все равно с ним. Отрывает культука в небо. Свиняться по лесу. Боже не мужчина. Можно было выбирать я бы. Я бы оторвался член. Так, пошел один, пошел со Слави, пошел с ним. А-а-а-а! Пошли! То давай Славью возьму. Я пойду с ним. Вот и отлично. Вдвоем веселее. она ничего не ответила а лишь улыбнулась и я долго смотрел на славе как завороженный и почему она всегда мне помогает она нам пригодится а еще пару столов вам и попрощались и разошлись кто куда меня несколько удивил тот факт что они восприняли наш поход ночью через лес в заброшенный лагерь как должное но ничего не поделаешь точно и плавки войны пока я ждал славь в голову пришла что были уволе ночь почему она всегда такая отзывчивая готова помочь почему она вызвалась идти со мной не поймет куда тихо можете стоит ли мне вайфу водятся славе улыбаясь долго находилась а пойдем а куда мы там где тут лес ваш а куда идти на указателя для внезапно нету опять же таки не знаю она куда-нибудь а пойди на выход из этого до из лагеря и и по прямой нужно было еще 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 побрить причина и место так они же месячные ну тем более как раз это самым это на запах он волки какие прибегут и сразу ее отдам а сам пойду улика искать у меня без тапка остался бим ты все не пойдет на корм так стоп а я туда вообще уж ну по ходу нечет или туда а такая куда ты баба и бываешь дабам не обратно что она не знаю все сейчас он продусь если я тоже выгонят то это сам то пойду дальше или сейчас тоже в деревню за за сигаретами выйду по ходу наверно все таки и придется антсак будто еще тарахтит тут ведьма стены невидимые ядность я пока там отсутствуют или надо какой-то станет от триггер тогда поставить что там не туда пошел или все таки поставить метку на карте потому что ей я ошибся теперь все теперь смерть за тот цел что-то был а пенек текстом электроник объяснил ну да но разве запомнишь так он с первого раза все прогрузка ну прям целый марафон короче там давно но так понимаю ладно я я не ебать она меня дохнула все таки догнала меня женщина где тут ваш при старый лагерь она рассказывать о том родине объяснилось или просто в этом сказал ну ну да да макерфус лично ну кстати да ну такого бы пенекер фунфуса войс и засунуть да и и все там уже с удалось и бежали они тогда самого утрачу ну правда даму скорость у меня бега конечно не самая большая у панки туман пошел не догонишь не догонишь не догонишь здравствуйте а опа пойдем со мной пойдем прожить и лагерь лёха предусмотрелся хитрый жук моника моника поиграем слоника ты принесла меня шули великой о о боже она еще села еще на лавочкой такой раскинулся нехорошо дорогу правопорядка дам если появится такой и керлах свинал вытаскает дам знакомство давай познакомься здравствуй 7 зови меня ринг ты откуда мое имя знаешь я главный помощник самого пожатой погоди а ты не там там мертвая обожатая он часом а то сейчас я с призраком замучил если у тебя будет какие-то проблему можешь обратиться за помощью ко мне спасибо нравится чувствую под себя главное чтобы как грубо мне нравится помогать людям и быть нужной нужно и значит мне кажется что он что вожатая у тебя на просто будет их эксплуатировать даже дело что-то важное для этого места или и людей здесь а значит да не зря когда что ты совсем позитивная зубы сводят ну такие вот расслабься старайся весело провести время здесь есть много веселого поверь ну проверять и это конечно же не буду ай-яй-яй посмотри вокруг это лето создана для для тебя только в лесу не заблудись я конечно помогу чем смогу но не везде безопасно смысле не везде да не надо мне помогать а гуляли вдоль реки там такие места а те понравится обещают и окончена ох пойду я ладно не уходи дай поваляться еще минута хоть эту хорошо же так так а встать как оба исчезла и ушла кто-то улиц так а где славя потеряли славе теперь еще блин я уже почат пришли справил где кончено написано было а отрываем она сама пропала это все никакие ринка а рынки так а где тут вообще этот самый не мешало бы ночью какой-нибудь всем стемнел фонарик словно опасался нас также как и мы его деревья веков у нас пались сгрузившись по краям тропинки осторожно наблюдается на где-то вдалеке и изредка у холосово но тоже тише чем обычно рядом со слове мне было совсем не страшно наверное в другой ситуации даже в реальном мире я бы испугался один идти ночью в лес в толком не знаю маршрута но тогда я старался отгонять подобный хотя уже само по себе это было странно там славе кажется она уже не вернется отчет она она телепортируется потом когда-нибудь приказ сцени может быть я и впасть к какому-нибудь чудовищу прыгну с улыбкой на лице совсем не боишься ну ночь лес старый лагерь немного нет ну то есть да конечно даже естественная реакция человека в такой ситуации я не хотел показывать что боюсь хотя и страха особого не ощущал скорее чувствовал что он в такой ситуации должен быть как будто мой организм перестал вырабатывать антитела для борьбы с болезнью я боялся не ночного леса гируя на происходящее не так как ну гаверсы проверим чат а с другой стороны и дураком выставлять себя тоже не хочется это поломала грузу наконец вдалеке показался просвет через минуту мы вышли на поляну на ней стояло здание старого лагеря ветхая размытая дождями и изъеденная ржавчиной и жуками караедами своими разбитыми окнами словно щербатым ртом она улыбалась на его улыбке этой читался не мой укор живым от мертвых всю поляну окутывал кладбищенский туман в котором то и дело виделись привидения в урдалаки зомби черти и другая дьявольская нечисть этой картины уже было вполне достаточно чтобы вызвать сердечный приступ или в крайнем случае паническую атаку у любого я бы наверняка не выдержал если бы славя не взяла меня за улыбнулась она я не смог ничего сказать лишь покрепче сжал ее руку и какого черта меня сюда вообще принесло искать шурика ночью в лесу здесь ну и как я мог на такой согласиться вообще ведь не один нормальный человек но ведь и мир вокруг нормальным не назовешь как не пытайся я постарался убедить себя что еще здесь ответа и хуже наверное не будет хотя на самом деле за последние четыре дня в этом пионерлагере со мной не случилось ровным счетом ничего плохого и может быть человек так устроен что не может без приключений ну да наверное не сдвинулись с места но славе очевидно ждала что первый шаг сделаю я но меня хватало лишь на то чтобы просто стоять а не пуститься на вот вот так вот все залучила меня за туч осветив здание старого лагеря теперь она меньше напоминала склем но при этом все тело на картины в моем воображении ожили на привидении словно навели резкость четче сталовой ветра шелест травы под ногами а где-то вдалеке слышались звуки происхождения которых понятия не мог я внимательно посмотрел на славя если даже она и боялась то старалась этого не показывать мне сразу же стало немного легче и спокойнее наверное пойдем слава господин так и тут я вышел и не баре у а здесь как этот корпус партия сейчас наверно какой-нибудь оказывается лагерь то заколдованный на филет думаю сейчас славя либо пытается одолбиться во врата либо пытается пересечь поводим маршрут я думаю но она все-таки за застряла на этом сам на как его господи блять на пути короче за персом урок выходим но не матут ничего я не знаю уран фонарика нету фл нажимаю не к сожалению не завезли но было бы неплохо это думаю бы добавила как раз интересом в исследовании вот этого лагеря старого и по ночью такие с фонарями не по лесу ходят там пара ебец так что то здесь ничего пока не произошло я не знаю это самое не нашел и урика возможно на какой-то скрипт надо наступить но я знаю и походу я поломал так что то у вас он подвисает сейчас рендер так что делать нету его как бы у него что там по возвращаться надо за бабе щей оу здравствуйте ну да я же говорю тут надо что то делать с звуком шагов а потому что это потому что не крипово получается довольно так тут уже работает ну да так говорю надо как-то то привязать на камере источник или к этому болванки коллизии давай еще раз он зайду я не знаю возможно я же потом пропустил здесь проклятый старый дом да возможно что там на ман доске и написаться должно не знаю как в этих японских ужасах там всяких но по ходу я поломал скриптым вот здесь он начнет а отображаться желтым цвет думаю а кассета забрать бейный джин ну по ходу дам допустим я выйду назад потяну как жопа да я согласен ну сейчас рассветом скоро там будет и так понимаю через некоторое время я полегчает вернусь к обратно на на влаги расскажу поищу славе потому что так понимаю то либо без нее что-то не то либо придется загружаться на полу должно чтобы а пока вроде как не было ничего ну по крайней мере я не видел ничего на тропинку вышел так ну тропинка уже хотя бы чё там а куда мы только идем тут вопросе сейчас опять заплутаю все и не выйду никогда больше отсюда где лагерь теперь а тут что-то виднеется там сейчас туда вылезу у вас на что-то а кодировщик опять сел дачу за прикол работал аж нормально все это честно на стриме так залагивает это сама у меня играется нормально непонятные вещи происходят так ну потерпите я сейчас он дал на лагеря до ползу ну кстати да там процессор что-то забился а ну сейчас он смотрю где этот диспетчер диспетчер так диспетчер нам а ёпт а вот сейчас у диспетчер вызвал и понеслось и заработало все так смотрим видим что памяти забито там 12 c16 процесса на 88 видяха на 91 и хераси жестко так а если по процессам то так что у нас там проц на 49 до получится отца памяти 4 видяха 56 и что с тобой делать ну да да остальные идеи я тоже не помню не ну по идее 70 30 70 30 на оба есть а а на процессоре так 48 ну кстати да тут что то а ну сейчас раскиданные что ли по этим остальным всем процессом но бабу не я кайс короче сортировал дискорд так так ну знаете ладно короче возвращаемся там по идее отлагала наконец так где там был лагерь то опять снова какие-то то подгрузки нас тут так получается я снова вернулся к этому дому застрел так застрел так не знаю на входе там типа или но конечно шоу посвятить нечем а кстати да тут для какая женщина мне кажется на то на артах она посимпатичнее ничего не скажешь так люк опять подвал или колледжа соки сейчас будем искать люк подвал или колодец если бы я что-то то еще видел здесь нормально по идее опять же таки первый этаж надо осматривать если так все печка есть у нас нейроженщина да симпатичная так хорошо значит если не здесь то дадим но ваша и преследует меня но мы получается пришли вот с этого угла значит нам туда она назад я попробую вернуться пока еще так снова вал 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 ослаге были наш уж такое так давай тогда переключусь на нам дескоп я не знаю в мелкие дома нельзя а вроде нет вроде нет так ну по крайней мере я нажимаю сейчас и протестом ноутся нельзя у нас тут все бутафория короче или вот этот или вот этот синенький нельзя сегодня не не заходится но есть еще тут несколько домов а давай посмотрим еще и по заканчивались дома господи солны . тут не обосрался на то подходит а камень начинает уж это хоть бардат папа есть опять так что каша его родине симон уже был мерзкий статью девушка сейчас на нужно не не упокоенным духом ведь он не не успел выполнить свое поручение ну по ходу да не везет съемки что-то так ну вот забор давай попробуем сходить мы забрать вам славы я не знаю то видимо что-то пошло не так у вас опять он тормозят кадры потому что перегруз по кодировщик у я не знаю что с этим делать он действительно с этим делать это значит если так вот так раздупляется подняться тем тем приоритет бс давай сделаем охибать пока ван целый хорошо давай тогда посмотрим тут у нас джи пью там видео выберемся палец evangelата так раздуп's все sides по бег они ну выставил все на высокую не поставил сейчас так но возвращаемся обратно нашим баранам всем таким разрешение верни только так сейчас у вас он что там непонятно за заходом делается одну шкуму надо опять лечиться отца прямиком на игру это самая ночь а у меня показывает солнца отца просто она полный экран то сама у вас нет пока что черный то он черный во-первых или за свои и снова вай кодировщик опять перегружен пишет короче допустим сейчас он сбрасываю так темно уже как не смешно же да а чё за херня ли она тупо вон полноэкраном не хочет не хочет на кстати разрешение упала какого-то хера а почему он упал а давай без глаживания за поставки из окна по ходу так и полно экраны он был в окне без рамки давай атаку сделан блядь вот качаешься до сих пор и биток и бедала вообще это сама бесконечно вкалывает слова слова вернись я все прощу где то есть получается отца меня телепортировала ла лана потеряла опять же таким ки привязку который было типа и и все радиус радиус увеличился мышцы заменили мозг ну да славя ну и застал ухи бать вернулась вернулась модификатор его у настройка юбки настройка одежды обои короткая юбка вернуться модификатор выбор одежды платье пенниская форма купальки все побежали так пока где вариант без юбки о тебе вариант без юбки пошли все ради все ради твоих просмотров несчастных а уж догоню когда догоню догоню догони меня кирпич физики грудью нету и почему же есть он лишь им и и у и и когда он останавливается туда-сюда опять настройки костюмов у целая система то слушать им пока по ходу еще на на разраба а разрабатывается пока еще это дело а так что делать ну ты делаешь назад а а и все застрях менюха поломалась не 0 дергать соля нормально в принципе по моему мунт модно тогда когда делали ли я там как раз на пружинах и делась и и что вроде должно работать так она тебя не особо подолюбливает на и бей заходи давай 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 ты знаешь что делать ну а не меня иди сюда иди сюда славя пригласи меня пригласи меня через эти ворота давай давай приглашаю заходи приглашаю заходи так что-то подзависно о родилась ну пойдем не особо долюбливает а честно я не знаю что надо делать до того чтобы долюбливали а ты что живешь до свидания до свидания опять же такие и по моему пишется раздельным где кстати у нас опять нормально ли для развернута что-то непонятную сторону где то есть догоняй так снова подвисание это пошли надо сейчас отыскать где она хотя мы мы вроде как вышли на старые лагеря просто надо сейчас продолжать дальше идти раздельно раздельно ну вот если пойти на ворота то я смотрю там ворота уже виднеются на расстоянии догоняй ворота не туда надо тарахтить он туда да куда мы да шо ж такое ли забивается память блинов заход стреляйся прям совсем что-то так понял туда где был значит пойди туда подкачка к стоит вроде да давай посмотрим еще раз так сейчас и диск свойства так tools а сейчас я забыл я забыл где оно делается так sharing так вода а погоди это в свойствах он системы это должно быть то есть system properties там просто оно по-своему тут сделано а сейчас разговариваем загружается долго я думаю мне надо освободить винт потому что он диск c короче говоря это этот сам тормозит ужасно так смотрим что у нас с с с с с с с а шо ж так долго и еще у меня бесконечно показывает загрузку на на курсоре единственное что я находил это только к вырубить все службы и перезагрузить комп но мне кажется что-то еще должно быть так не понял ну да на короче тут это сам мы определяется сам системой короче все это дело так что в принципе подкачка типа да есть но мать и на а что не так тебя забит у меня везде забитом по сути те самые сейчас более-менее езжен свободной скажем так вот поэтому поэтому да я же говорю это сама тут придется собраться какие стак есть есть ну пойдем в принципе и у меня компон тормозить стал безбожно я думаю на 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 либо боя поймал какой-то майнер либо блин этот самым я просто из-за того что несколько терабайт мелких данных все это этот приводит к тому что постоянно на пытается социации эти файлы либо индексировать либо еще что там то постоянно запрашивается доступ к диску и начинаются из этого как бы боги морой не но манер понятно шоу шоу был ки не будет опять потому что как бы лёха не стал бы такую не устраивать думаю но вот создать ник наверно нам надо прикупить когда гонишь нашу ку не да у меня-то в принципе что там шутками в последнее время плоховато я зашел на стрим саровой и это самая короче проходила la stalker 2 и и и как раз ну на сайте в тенту только и получится он сам от нас от материнка увидел макой зашел короче чек не на стрим там она как раз там проходила лаквест на на маковом поле и после ли я того как вы выполнила хвост и получила короче оружие от мужика это сама на его счет он дополнительно на пристрелила и и забрала ла у него икону это самое это и чадишь такой типа за зашел и можешь тебе оружие дал по сама на такая но я хотел лачу икону типа я пишу типа по stalker нарцисс как ее прорвало господи как же плохо все было потом она начала тупо короче на меня-то марать что не знаю я делаю делаем что такой нарцисс вообще и типа ну материлась короче долго и нудно хотя по факту это сам это я я прав был как бы топом и сну но по любому дату потому что как бы я пошутил тонту просто она решила бы выпус да по факту опять таки нарцисс характеризуется тем что свои интересы ставят интересами и других ними не имеет эмпатии вообще то есть не способен как-то переживать или сочувствовать и в принципе но он мастер забивает хуй на то что могут короче подумать или почувствовать другие люди а кстати там что то есть о нашел по моему ведь мы туда не полезем до стараясь предвосхитить предложение славе спросил я она же ушла блин еще не хватало в диггеров играть стал актер я с трудом откидывая крышку люка конечно здравый смысл отчаянно кричал что не стоит этого делать но логика наоборот подсказывал если бы этот фонарика тут не хватает конечно бы сделал это хотя если бы не славя то черт с 2 я бы туда полез вниз на пару метров спускалась ржавая металлическая лестница упирающийся в грязный бетонный пол я свесился в люк и осветил фонарем достаточно узкий коридор каким фонарем что там убежище кто-то сказал если учитывать время его постройки то это вполне логично и что шурик там забыл конечно может быть что он и не открывал люк а то что его открывали совсем недавно было очевидно но кому еще взбредет в голову туда лезть как не безумному изобретателю если откинуть теории с потусторонними силами то больше людей в этом лесу быть не может по крайней мере тогда я думал именно так ладно я лезу первым если все в порядке ты за мной испугалась славя больше из вежливости то 7 резидент шули не играла крысы например боишься крыс я глубоко вздохнул и начал спуск так щас давай волком тюрьмы икс он нихера не видно так чат точно у нас никаких о я нашел какой-то шум журнал короче нажал или к или чё-то так escape выйти инвентарь ахил инверт на репарь еще проверим у меня зависла все чет не могу выйти даже а так то есть к если нажать джеки а я нашел короче функцию ангела на наплевалку так опять же киу топ найти старый лагерь так а есть какие там настройки привязок к клавишам или титовом геймплей а нету нихера нету нихером продолжит сохранить настройки меню давай еще еще сохраним на нам нам всякие пожарные атома как то очень так то так давай короче по очереди 12345 нет так это это эйч дополнительно джей это по врубить вырубить кадры и килл нет кейл так нет вот у нас еще есть м н пи висе и он брал не то 134 номера нет где фонарь 014 пишите в один нет из да нет f1 2 с 3 на так понимаю дашь этом только загрузка получится или полный неполный экран ну ладно пойдем так уж что я опасно для жизни не пипа и за животом стой километров его славе далеко до чего не имею ни малейшего представления радиацию колесо сделала несколько оборотов ужасно скрипя при этом и наконец замолкла прокрутившись до конца за ней была какая-то комната которая оказалась как раз самим бомбоубежищем славя вопросительно посмотрела на меня но тут шурика точно нет не знаю но если бы был то не мог же он просто испариться я кинул помещение взглядом еще раз и слева от себя в стене заметил дверь может быть там однако дверь не открывалась но зачем однако это вполне возможно заклинило опишутся через и все здесь я силой надавил но она лишь глухо скрипнула славя протянула мне фонку я повертел ее в руках а прикидь откуда-то ее досталось и дверь давай попробуем пока я приходил в себя от чрезмерных усилий славя светила фонарем в образовавшийся проход что прямо целый лабиринт идем подожди я сел на кровать снял с подушки пыльную наволочку и вытер пот со лба сейчас отдышусь немного славя села рядом и принялась изучать детали узоров плитки на полу ты бы фонарь пока выключила она немного покраснела и тут же щелкнула кнопкой выключения шуть какая-то я поймал себя на мысли что последние полчаса уже не воспринимая происходящее как реальность словно все это не со мной словно все это сон как тогда четыре дня назад первые минуты после того как оказался здесь да наверное в последнее время я начал свыкаться с этим миром с этой реальностью какой она для меня стала и уже не так ноет где-то в душе необходимость найти выход а теперь вот опять в мгновение ока лес старый лагерь бомбоубежище во всем этом не было ровным счетом ничего сверхъестественного но и нормального привычного мне по прошлой жизни было мало согласилась славя а тебе не кажется все это странно что мы сидим тут вдвоем ночью не нормально ли в данной ситуации дождаться утра и вызвать милицию да наверное сказала она задумчиво конечно я практически сам вызвался не стоило но практически не считается но все же но ведь ты просто хотел помочь если шурик там то нужно найти его как можно скорее такими темпами скорее не мы шурика найдем а им потом нас придется искать ведь он как-то смог тут заблудиться славя погрустнела ладно ладно я ничего такого не имел виду может вот а мы нет и он давно вернулся в лагерь но проверить стоит конечно окей дайте встать противогаз на собой надо взять не знаю что-нибудь еще такую ах пах 6 о господи ну поймать посветишь я тут шума 200 километра спустя целом даже на на 2 сайте разница будет существенно если сравниться но это да это понятно просто там не понадобится отца примерно на 5000 на этот самый на это не потому что он ушел как минимум надо на пару терабайт достаточно широкий чтобы в него пролезть или провалиться думаю стоит проверить глубина ямы позволяла потом выбраться оттуда так что бояться на первый взгляд было нечего чем дальше мы продвигались тем сильнее крепла вам неуверенность что шурику тут просто нечего делать завислом игруха завислом ну подождем короче так создано пару терабайт мажор ну я да да хереща программ просто оставлю на на c потому что вынужден вот тоже substance все штуки и фотошоп и офисы редакторы пожалуй чем макс двигались тем сильным лендеры вам неуверенность что шурику тут просто нечего делать шурик блядь шурик вариант исключать не стоит и куда нам теперь налево конечно я попытался придать своему голосу хотя бы подобие спокойствия но в действительности и правда ничего не знал совершенно ничего никуда идти нигде шурик незачем мы вообще здесь славя улыбнулась мы в везде валялись кирки каски все предметы были настолько старыми что относились скорее к началу века чем к середине получается это действительно шахта а значит тут бродить можно бесконечно но я чувствовал что выход где-то рядом поэтому мы отправились дальше он подешевели ли знал но насколько знаю это сама один-то доработок минимум пару тысяч будет стоит ну там даже три наверно за очередным поворотом фонарь выхватилась тьмы деревянную дверь но уже хоть что-то по правде говоря я так устал бродить по этой шахте что и думать забыл о шурике хотелось просто поскорее найти выход а что-то вот сейчас и выясни так и шо а ну посвете нормально что это такое и открываясь дверь знаю вот нажать что надо блядь да шо ж так уж так лаят так а тут ни хера нет давай сюда так и тут ни хера нет да шо ж ты будешь дали ну тут нашу то есть ленка дура повсюду валялись пустые бутылки а стены были расписаны лучшими образчиками русского народного фольклора что говорил о том что здесь до нас уже кто-то бывал и не раз наркомалишь ему довольно давно я водил фонарем по комнате стараясь осмотреть все углы как вдруг обнаружил съежившегося в углу шурика закричала славя он же казалось не обратил на нас никакого внимания наркомалишь ты где у тебя все ночи ищем что ты тут вообще забыл шурик поднял на меня мутные невидящие глаза что значит мы кто давай уже вставай пойдем шурик вновь уставился в темноту он перешел на какой-то дьявольский шепот хватит уже чушь нести я хотел подойти к нему и помочь подняться но славя остановила меня ну и я не в себе целую ночь тут шляться любой не в себе будет она укоризненно покачала головой и медленно стараясь не выходить из света фонаря подошла к шурику шурик посмотрел на нее и тут же тихо заплакал конечно кто же еще и семен со мной мы пришли за тобой теперь все порядке нет конечно но это мы он попытался встать но видимо потерял ориентацию был уже готов упасть если бы славя не схватил его за руку вот так осторожнее когда они подошли ко мне я сказал ладно пора выбираться отсюда назад это куда в шахту шурик говорил спокойно но при этом его голос еле заметно дрожал почему кто они то еще голоса я уже начинал терять терпение конечно это место этой ситуации не были на степо очки которые я взял в стране в емало по всем канонам фильмов ужасов она давно уже должна была показаться он сделал несколько глубоких вдохов новых of и начал них у я не слышно он достал из кармана и показал нам какие-то лампочки и проводочки он уже был готов разрыдаться но славя нежно погладила его поголовину что-то говорят мне то кричат то шепчат я никак разобрать не могу он уже был готов разрыдаться но славя нежно погладила его по голове и шурик продолжил в общем нашел я эту комнату и решил сидеть и ждать пока тебя спасут как фильмах уровне б саркастически спросил я славя бросила на меня гневный взгляд но в любом случае пора выбираться отсюда если никто не против конечно пойдемте я знаю короткий путь короткий да я же тут все исходил ну ладно как же она пролагивает местами и в дырку еще за ну конечно дырку блядь куда ж еще оденья оклеится какому-то хрену девка замыкающих не проще сделаем о нет я их потерял шурик не соврал действительно поплутав по шахте всего пару минут мы оказались возле решетки за которой виднелось небо и почему же ты не выбрался тогда сам сейчас попробую я аж попробую я подтянулся и сильно дернул решетку несколько раз и правда так просто не сломать нужно что то тяжелое я посмотрел вниз на славию шурика может фонарем фонарем а он куда делся да это была не китайская поделка 90-х годов коих у меня в свое время множество валялось на даче а настоящий советский добротно сделанный металлический фонарь конечно не молоток но при должном усердии я размахнулся и начал долбить по решетке в тех местах где она крепилась к стене вскоре мне повезло послышался треск и на землю полетели болты удерживающие ее через минуту я уже валялся на траве возле памятника и с наслаждением вдыхал свежий ночной воздух хотя после шахты мне бы любой воздух показался свежим ну ладно я пойду спасибо вам шурик выглядел несколько растерянным я некоторое время оценивающе смотрел на него но в итоге ничего не сказал лишь слабо махнув рукой на прощание в конце концов не было ни сил ни желания с ним разговаривать да и что сказать ругать его сейчас бесполезно не знаю ну и ночка славя сидела рядом и мечтательно смотрела на луну да уж если бы мне кто еще неделю назад сказал что я попаду в пионерлагерь да еще придется лазать по бомбоубежищам зато весело в каком то смысле действительно что то забавное в этом всем было но было и странное за последние несколько часов со мной могло произойти все что угодно что с плечом неправильно привязаны вершины костям вспоминать это лишь как смешной случай с детства если доживу как думаешь он правда там что-то ну тут в принципе жопа с весами можно конечно но скорее всего ему просто показалось в такой ситуации любому может померещится это было не только самое логичное объяснение но и самое правильное ведь с нами то не случилось ничего а я вот думаю ему стоит психиатру показаться да ну славя рассмеялась ну ладно пора спать угу я чувствовал что надо что то сказать славе не был уверен хочу ли но необходимость ощущал спасибо тебе за что она недоуменно посмотрела на меня за фонарик я бы не справился да ничего славе покраснела я был у нее в долгу опять интересно как хотя бы частично отплатить ей за все что она для меня сделала я смотрел на ночное небо и медленно погружался в сон все приключения сегодняшнего дня настолько меня утомили что сил больше не оставалось знаешь при других обстоятельствах я бы обязательно признался тебе в любви сказал я теряя контакт с реальностью мысль обычно работает куда быстрее чем здравый смысл но славе рядом со мной уже не было может она и глушь хотя бы не слышала хотя странно почему она ушла не попрощаться на кого вышли то ну и ладно не знаю мудренее саттерны что и сюжета нет претензий вот исполнение техническое ну да не на лист на озвучка нормально как бы да в принципе как прототип нормально работает работает уже неплохо но конечно еще работы и предстоит что немало брался до домика вожатой однако в окне горел свет это значит что она меня ждет а вот это в свою очередь значит что мне опять предстоит выслушивать норовоучие и сейчас уж точно ничем не обоснованно выяснять прав я или нет не было никакого желания шезлонг стоящий рядом приветливо манил словно предлагаю поспать забыв про шахту шурика вожатую а вот и вы отрешенно бросил я продолжаю смотреть на заветный шезлонг да да мы нашли шурика подробности вам расскажет завтра славе а сейчас мне очень хотелось поспать а на секунду непонимающе смотрела на меня а потом сказала какого шурика не знаю сыграл или свою роль упоминания славе но через полминуты я уже лежал в кровати в голове еще некоторое время крутились мысли о сегодняшних событиях но вскоре она начала болеть и сознание словно включив безопасный режим ушло на перезагрузку так то пофиг можно было лала простить дыры в сюжете но при этом технический восполнен нормально не двух лет давай а все уже типа ну в принципе не удивительно нормальная озвучка такая а 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 опаньки я тут завелся чат а глаза я судил я поддерживал несколько лет я к лёхе на стримы заходил там где-то что-то подсказывал ну то что он помогал ему разобраться короче с моделированием в принципе и это обсуждали разработку так что ну не скажу конечно шоу это дико ему помог потому что он как бы на на последних стримерах последних он стримах опять же таки пилил до сих пор в скетчапе все это несмотря на то что я этот настаивал на нормальном моделирование ну и плюс материалы оптимизация что так далее вот это все как бы проговаривалась но он решил немножко как по-своему сделала теперь таки но я понимаю конечно да у него вон задача чем стоит хотя бы бы ну что-то сделать и потом уже уже полировать или так шоу как прототип ну рабочие те рабочие уже неплохо так что у всех в тетрадку записывал дубе торрент обновился это у меня потом там еще посмотреть надо будет конечно это самое там еще качается всякое частности там сабстансы подновились и и это фейсбилдер там свежий вышел короче надо будут поставить заняться тоже целом чем опять давайте тебе подытожим короче короче как набросок на грубый нормально более менее работает в некоторых местах у нас опять же такие косяки с сабами есть это было на предыдущем стриме дошел что не работало у нас первый момент значит то что при первичном запуске бесконечно проигрывается сам заставка к пока там не подгрузится и это на начинать немножко выводить из себя на самом деле второе опять же такие мелкие там баги гима сегодня уже поймали дома с этим с лагерем конечно это я там поперся не не туда куда надо так что сам виноват но возможно на предусмотреть надо вот она на подобный случай тоже мама одна помните сколько лет а делается долго делается это уже лет 7 наверно где-то потому что перед этим там ну в принципе лёха-то сразу начал делать сам все и и и потом то ребята начали тоже делать на unity потом они забросили проектом свой короче лёха продолжил пилить вот это дело но пока я думаю на на все таки эти надо будет поработать над оптимизацией дальше это сам я подозреваю что вы проблема в чем куча разных материалов ну и модельки как бы сделаны на недостаточно ну оптимизированном уровне некоторые я понятно уже взятые как бы из разных источников или там у других разработчиков или это заказаны были но вот часть перепилить надо да потому что поворачиваешь все сразу опять погрузкой на 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 начинается прям что тяжело отойдет база база у него в принципе можно сказать что какие-то то станут а скажем же ужин так общие моменты ты схвачены он сам уже научился и пользоваться сам отца блюпринтами и самостоятельно все это дело насобирал налепил так что в принципе молодец как бы я не говорю что прям совсем плоховато просто так думаю оптимизировать эти по части материалов текстура освещения лодов возможно на потому что как бы был бы вместо лодов у нас по большей части этот самый чисто дистанция прорисовки действует он сейчас он ворот нет подходим опа ребята завелись это так поэтому оптимизация какая-то как бы есть но но не везде да такую русская неиспользуемых он быструю землю чем память они вы но оперативно я думаю это это надо чтобы уже уже кто-нибудь вместе с тем тем с ним собрался смотрел именно на проект и изнутри потому что я думаю тут можно оптимизировать если не захотеть еще больше надо будет как-то не знаю или попросить его в рассказать или показать или всего позволения залезть посмотреть ресурсы как устроено нам тут все у него ну и посмотреть он чего не оптимизировать плюс еще куча у нас скелетных мыши и да тут ходит же это тоже дополнительная нагрузка как бы насколько знаю про то что что объекты ты надо до статическими помечать этом мы проговаривали тогда возможно какие-то шейдерные эффекты на камере висят которые притормаживают все возможно код сделанный нам на блюпринтах местами что там то притормаживает он тоже берет так раковины на улицу где столовая я покажу мы их он пробовали еще делать на этом самом на стриме туда где столовка сейчас за ней там или передней я уже не помню или сразу как выходишь а шур так тормозит успей ну просто думаю о том как бы ну я сравниваю с тем что мы видим на этом самом в других проектах и я я сравниваю с тем мы как работает он другие игры на моей же штампу там 1050 до поэтому момент есть так заприметил нужно до воруешь не тоже подбирается шел за реком не те раковины а а какие-то до раковины так это они тут обливались ссср ну да нас еще на выходе по моему из этого из домика там раковины были она да а куда надо не помню чёт здесь поищем в принципе такой момент еще думают раз она все мультяшная как куда стилизованная то можно и особо не заморачиваться над размерами текстур в принципе можно было все все оптимизировать за счет тех же оверлапов там и этот самый грамотного планирования это и вишек нас сомневаюсь что ну что тут в принципе и вишки и разложены нормально потому что делала ставский чапах там все это делать и ура ванкам тире стремя и снасосия по моему вот не помню или я это делал аллах или кто-то еще чат потому что ушел и тогда пытался она не помню чем за ну закончилась оли чесус 11 months god damn almost a year freaking hell man thanks a lot nice to see you man how's it going d did you get a job you want it or is it still the same uh not for now uh uh they are currently working on my new new contract oh i see that's a good sign otherwise they would just let you go so why not meanwhile we are testing uh an internal build of uh everlasting summer project which is a 3d adaptation of a visual novel made by my russian team and uh well so far it's uh it is a pretty solid project but it still need need needs a lot of work in the modeling department and uh uh it lacks optimization and i'm trying to figure out what else can be fixed so that uh i could offer that to the the author of the the project uh it will still take time until march much uh to the 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 it was a lot of leon for the models so it I don't remember it was a lot of years ago I have to carry out uh it yeah the guys are joking about the amount of time this project has been developing for and it's still in progress but i guess we well i would advise replacing one model at a time updating the current uh well the model set and figuring out what can be optimized or then packed into atlases for better than the performance and that will do i need to continue to continue my my character so you you're still working on the same guy am i right job history pasty is the same вроде другина но надо печеньку позволить на на оценку по текстурам ну да не понял происходит у нас учета что-то хлопает стрелять непонятно очень просто anyway i think i'll be well i'll get back into modeling pretty soon probably this week because i'm still trying to figure out the issues in hand at my job because we are conducting the school olympiads and uh tomorrow i'm gonna have to conduct a number of lessons and the grade the papers from the students uh for two subjects and i'm gonna be checking in biology any english as a a part of a jury oh character the guys are asking for the the renders or the work in progress to the pictures of them 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 character you've been working on not yet вот там пока нет еще чат стесняется человек он очень не критично относится ца-ца к тому что у него там получается я скажу что в принципе у него отлично все в плане лепкие персонажи потому что он очень натошно короче относится о май гад потому что это сам у него очень жестко короче говоря это самое с требованиями к им персонажам я я я смотрел он себе нанял короче еще преподавателя там по моделированию и препод этот его просто жестко ебёт просто за за любые мелочи которые я даже не заметил вообще так что ну что тяжело ему на самом деле океан то 204 а �� да я хочу времени так не zul 2.0.14, но 2.0.09 И я, наверное, буду моделить это скоро или куплю себе один потому что я ретро-гик в этом смысле О, теперь пора наделать это. Насмотренность — это главное в 3D. Are there any other finished works? I don't know. Well, as far as I remember, Yoda, did you have that website for your works that you posted? I mean, is there something like an art station page? For the guys to look at your stuff. They are curious. Well, these... Could you post a link for... For them, please? Oh, I see. It's old. Okay. Говорит, короче, что он... Art station староват у него, поэтому этот самый... Если Lee и пришлет, то работы там старые у него только сейчас. Говорит. Ну да, тут как-то вперемешку все. Опять у нас нормально, что-то наизнанку вывернуто. Я не знаю, что произошло. Но освещение это явно как бы нуждается в доработке. Я бы тут работал над запечкой. Да, в принципе, как-то надо... Как-то надо оптимизировать все. Тут у нас он тоже, это нормалка... Перевернуть надо... Да, канал зеленый. Окей. There you go, guys. Here's the art station. Take a look. Да, он батю слепил. Да. Да, да, да. Он вообще в этом плане опять же молодец. Я прям не нарадуюсь его успехом. Возможно, когда-нибудь... Лет через 20 дней я тоже такое же буду делать. Но пока подсос. Так. Шо-то тут? Нет. looks too clear. Нет. Иinander не работает. Так. Так. exact. так допустим 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 okay i'm afraid to even show my my first character model well uh we still have your the dragon and the witch at my the discord page that that you posted there but yeah um your works are great so far and they are getting even better with each uh iteration so that's cool it's nice to see you progress in this regard русаловника не знаем русалов не кодору плохо а то ёпаный так сейчас ждем чистос чистос ну когда это расселу то не знаю ну кстати да вот тут опять же таки повторюсь надо нормалки развернуть и вот это вот с торчащим этим всем надо что-то сделать тоже и у нас еще делается для хомуха я я хочу ничего не теперь штангу чат были ну что тер делать у меня шум дома мама была такая как раз у штанга и и и гантельки и из разряда больших он тоже были пом он он 25 кило бляхо мухах а теперь кому-то она досталась перекладин да если вы его так не забудь вернуть те те приоритет б.с. а а если не вернуто самого что не 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 сбрасывается после выключения программы забудьте л.мēна л.м отмет special л.м на аре л лб л лб лы samples л лб л!.. где а л б dece лз б а а на л-д на бафрумс до work отчет один меч и все и меча нету короче я бы на том месте останусь вела группа мимо на видео кадров он порой и звук он дропа окей давай с нам а еще и он и и с у х и мы с мы ананас х или ? см симулятор горячек да да хотя что ты хочешь подошел у меня пытается так что за это самое за лодыжку не трогай икру мою блин да я понял так сейчас врубается короче игруха это сама давайте сейчас небольшой короче перерыв запилим я поставлю чайник и у нас еще одна игруха есть под названием симулятора финской дачи надо посмотреть учетом делать как на студии тени запеклась на наш горю тут разверток нормальных вообще не ждите все что делается делал делалось но большая часть модели делалось на довольно таком на примитивном уровне не так он скажем так стоп старт быстрым а сделай хорошо доктор за задержку сильно увеличил понял я не знаю ник оно заканчивается я стал ущерк я буду라고 начать отзывы ущеркнуть стрима чтобы решить я . что я好吧 я сделаю другим я думаю о о го как игра стоит покупать на бесплатно он знает нам гад как бы этого приколоть забытое за 100 рублей ну да 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 а господи выпустите меня отсюда бачк тоже назвал кисто вау и спеш szп саша и гид до таск манагер в мя jouр манагер по тебе хотя вот махнато подлюка ты забыдал меня акс воровал то 10 секунд то пиздец вообще от чата но зависла на мертво на хуй я не знаю что с этим делать я пытаюсь сейчас закрыть так чтоб у меня вроде вылез диспетчер но его надо как-то вытянуть сейчас его а не отвечают